12 выпуск Дагестанского гуманитарного института. Студентам-бакалаврам и магистрантам вручили дипломы об окончании учебы. Среди них и почетный гость Муфти Татарстана, который окончил здесь магистратуру по направлению теология. На торжественном мероприятии присутствовал и духовный лидер мусульман республики шейх Ахмад Афандия, а также представители власти и гости из Москвы. Подробнее расскажет Хамза Нурмагомедов. Почетные гости с трибуны поздравили выпускников и пожелали им успехов на жизненном пути. Долгожданные дипломы студентам вручил Муфти Дагестана шейх Ахмад Афандия, стоявший у истоков создания вуза. В ряду выпускников магистратуры по направлению теология был и почетный гость, нынешний духовный лидер Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. До XVII века многие ученые Татарстаны окончались именно здесь. До того, как открылась дорога Мухарон. Дагестанские ученые, в частности, шейх Серхула Пады, Пашларов учился в Чистополе, в Татарстан, затем в Троицке, у Займуды и Шана Расулина. Поэтому наши связи, они на самом деле настоящие, они сильные. В этом году учебу в Дагестанском гуманитарном институте завершили 92 выпускника. 12 из них с красным дипломом. Это и магистранты, и бакалавры, и те, кто впервые получили документ о высшем образовании. На сегодняшний момент единственным может быть в стране вуз, где идет синтез как религиозных, так и светских наук. И, соответственно, все лучшее, что есть в светском образовании, высшем образовании, что есть в лучшее в духовно-образовательной системе. Здесь находится гармоничное сочетание. Невозможно описать эти эмоции, эти чувства, честно сказать. Не знаю, с одной стороны ответственность, потому что то, чем у нас здесь обучили, это ответственность все равно чувствуется. И с другой стороны печаль, потому что какое-то время мы оставляем, надеемся, что встретимся и в шалащей аспиранторе. Диплом – это просто документ. Самое главное – это деяние. Самое главное – это обучение подрастающего поколения, просвещение нашего и других народов. Студентам Даги предрекают хорошие перспективы для трудоустройства. Эксперты считают, что сочетание светского и религиозного образования с духовным воспитанием – лучший путь к формированию гармонично развитой личности. Конечно же, мы надеемся, что какой-то клад и какой-то результат их учебы, их дальнейшие работы почувствует наше общество, особенно почувствует подрастающее поколение. Мероприятие украсил зрелищным выступлением рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Амар Ханапиев. Он в своей излюбленной манере продемонстрировал силу настоящего горца, сгибая железо руками, а зубами перетаскивая тяжести. Известные артисты порадовали композициями, исполнив нашиды, посвященные пророку Мухаммаду. Мир ему и благословения. Мероприятие завершил муфти Дагестана шейх Ахмад Афандия. Сокровенные слова мольбы не были слышны присутствующим, но искреннее желание духовного лидера, подтверждённое всей его жизнью, и без этого известно всем, сохранить мир и умножить благополучие на земле Дагестана и России.